Часом один и день безопасности прошел во всей стране. Мета – научение населения действия при пожаре, нештатных ситуациях и оказание первой допомоги потерпелым. Масштабные учения прошли и в областном центре, на каком объекте отбился пожар, и как сглаженные действия специалистов ратуют жители людей, ведая наш корреспондент Сергей Скол. В четверг ранится центр города. В одном из помешков у гостиницы Витебск проходит мероприемство. По обучу, одним из номеров, носимым по версии, при проведении будовничных работ отбылось у сгорания. Часка людей покинула объект самостоянно. Некоторые опынулись у полонистых хии. Лик на выротовании, где на секунды. У центр оперативного хакирования поступает докладный и изразумелый сигнал. Двина выезжает, два отделения на ОЦ, Замково, опять Витебск, отель. Вступило сообщение о загорании в отеле. Формацию принял, заезжаем. Личные хвилины и червоная спецтехника прибывает до места пожара. Специалисты начинают операцию. Так выглядала легенда масштабных вучениях. Для имитации надзвучайной ситуации выкористовывались дымоутворальные установки. По ликвидации пожару задейничали больше за 21 техники и десятки ротовников. До выротования людей подключились медики, газовики, энергетики и правоохолники. Агульными и сладженными намаганиями примались все меры, как у самые короткие термины выротовать людей. Самое сложное – это успеть к этим пострадавшим, чтобы наши ребята молниеносно сработали, безошибочно. Ну а в нашей работе проще находиться там и участвовать в тушении, чем здесь стоять и переживать за этих людей, чтобы быстрее дошли до пострадавших и, конечно, их спасли. Мы выбираем такие масштабные объекты, в основном с массовым пребыванием людей, так как наши силы направлены в основном на спасение людей, помочь им. Поэтому всегда выбираем наиболее сложные объекты, чтобы быть ко всему готовыми. Масштабные вучения у Витебска прошли у рамках одиного дня безпеки. Не глядяши на легенду, умовы надзвучайной ситуации были максимально наближены до реальных. Головный посыл таких занятков свернуть у вагов рамадян на особистую безпеку в местах массового знаходжения людей. Акцент сделан на это, чтобы напомнить как руководителям о необходимости содержания путей эвакуации, доступности их открывания, наличия средств пожаротушения, их исправность, а также отношения нашего населения к личной безопасности, для того, чтобы упредить панику, знать, что действует, на каком этаже ты находишься, что тебе надо идти, уметь читать планы эвакуации, знаки безопасности на путях эвакуации, чтобы минимизировать эти последствия. Данная работа, она продолжается планово и будет продолжаться, но акцент именно на то, чтобы наши руководители и наше население понимало значимость знаний эвакуации людей при чрезвычайной ситуации. У один и День безопасности в каждом районе Витебской области прошли тактыка специальной влучшения, занятки и эвакуации людей с буйных объектов. Несумненно, ведая, где ничуть при пожаре в нештатных ситуациях и оказывать первую допомогу потерпелым, лишними у жителей не будут. Сергей Скол, Сергей Кот, Уновины, Витебск.